В Татарстане тает лёд по данным МЧС. На 19 апреля на реках республики продолжается весеннее половодие. В режиме повышенная готовность работают спасатели в Зеленодольском, Лаишевском, а также Варском, Кайбецком, Буинском, Опастовском и Новошешминском районах. На неделе сообщалось о подтоплении приусадебных участков, мостов и одной дороге. В Ольметьевском районе, где угрозы паводка пока нет, всё же готовятся к любым сюрпризам природы. Эти специальные отметки на опорах моста помогают спасателям определить уровень воды в реке. Это делают для того, чтобы оценить, насколько велика опасность подтопления. Замеры начинаются, когда вода ещё покрыта льдом. Это служит нулевой отметкой. Если её уровень поднимается выше двух метров, то это уже повод бить тревогу. Так было весной 2012 года. Тогда уровень талых вод превысил отметку в три метра. Мы сегодня видим отметку, что уровень подъёма от нулевой отметки составил около 50 сантиметров. Это благополучно. То есть, если она достигнет уровня двух метров, то начинает уже подтопление. Прогнозы же альметьевских спасателей благоприятные. Даже если в ближайшие дни выпадет большое количество осадков, вода не превысит метровые отметки. Негативных моментов мы не ждём. Но к этому, в принципе, мы готовы. Для этого должно быть огромное количество осадков и огромное количество нерастающего снега. На сегодняшний день, наверное, процентов 80 уже снега растаяло. Несмотря на благоприятные прогнозы, спасатели продолжают вести мониторинг за изменением ситуации. Определён состав рабочей группы. Семь постов ведут круглосуточный мониторинг за изменением паводковой обстановки. Дорожные службы контролируют места возможных заторов у мостов через реки. Определены специальные пункты, где в случае необходимости будут размещены жители потопленных территорий. Производим оповещение населения экстренное, чтобы люди были готовы. Кто в зону потопления попадает, тех отселяем. А если кто не желает, то остаётся там. Этим людям мы практически, как по опыту 2012 года, в течение дня трёхразного горячего питания обеспечим, ну, чтобы они следили за сохранением собственного имущества. Тимур Туманов, Василиса Илюшина, Новости Татарстана. Спасатели не устают повторять о том, что рыбалка в эти дни смертельно опасна. Как обычно, предупреждения не останавливают самых отчаянных. Во вторник на Волге в Казани сотрудники МЧС сняли с оторвавшейся льдины шесть рыбаков. Волгение очень сильное и страха, конечно. Была паника, да? Ну, паники. Мы старались, чтобы не паниковать. Никто не паниковал. Всё было нормально. Вот МЧС хорошо, быстро приехал. Молодцы. То есть, бывает, они трескаться, и всё ушли бы. Ну, хотите сказать спасибо сотрудникам МЧС? Спасибо. Очень даже большое спасибо. Очень большое спасибо. Да. Оперативно, хорошо, быстро. Ну, наверное, в этом году всё, рыбалка у вас закончена. Всё уже? Конечно. Да, в будущий год не пойду. Ну, как же. Никогда. Всё уже. Традиционно в это время года в городах и районах республики начинается ямочный ремонт. В Казани на эти цели планируют потратить 53,7 миллиона рублей. Это 40 тысяч квадратных метров дорог. Обещают работать в основном вечером и ночью, чтобы не мешать транспорту. На ямы жалуются водители по всей республике. В Высокогорском районе жители завалили местную администрацию жалобами и требованием, как можно скорее начать ремонт. Ямы на дорогах весной. Проблема вечная. Снег тает. Из-за луж их просто не видно. Далеко ехать не надо. Выезд с железнодорожной станции «Высокая гора» в направлении посёлка Каменка. И вот, пожалуйста. По ГОСТу длина ямы не должна превышать 70 сантиметров. Ширина 15, а глубина 5 сантиметров. Эта яма явно не по ГОСТу. Её длина больше 2 метров. Ширина явно больше 15, и глубина явно больше 5. И что самое страшное, нет никакого ограждения и никаких предупреждающих знаков. Чтобы ямы залатали, первое, что надо сделать, узнать на балансе, какой организации числится дорога. За районные, городские, поселковые, как правило, отвечает администрация местного населённого пункта. За федеральные трассы глав ТАДДОРТРАНС. Баланс содержателями дорог местного значения являются главы, ну то есть сельские поселения, органы местного управления. То есть каждое сельское поселение. Они отвечают за состояние и за ремонт своих дорог. И, конечно же, необходимо отметить, что есть ещё и республиканские программы, которые идут в помощь сельским поселениям. Второй шаг – написать в организацию жалобу, указать, на каком участке яма и приложить фотографию. Проблему должны устранить. На это есть свой регламент. Разрушения должны быть устранены на дорогах категории А – это вылетные магистрали с красной трассы до пяти суток, дороги районного магистрального значения до семи суток, а все остальные дороги до десяти суток. Если вы всё-таки повредили свой автомобиль из-за ямы, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД. Они должны оформить ДТП, указать наличие выбоины, её размеры, что на месте не было никаких предупреждающих знаков и ограждений. После чего необходимо обратиться к независимому эксперту для оценки ущерба и направить дусинную претензию в организацию, которая отвечает за данную участок дороги. Но, как правило, они, конечно, неохотно оплачивают. Не хотят добровольно – следующий шаг в суд. Финальную точку там поставят точно. К слову, теперь сумма ущерба, согласно законодательству, оценивается по-новому, без учёта износа деталей. Алия Хайрудинова, Фаниль Мухарлямов, Владимир Миронов. Новости Татарстана. Мы сегодня… Вы же не зря сказали, что критика была президент о том, что у нас дороги. Ну, конечно, когда мы успеем строить… У нас сегодня около 500 населённых пунктов в республике не имеют дорог с твёрдым покрытием. Когда мы до них дойдём, если мы постоянно будем ремонтировать одни и те же участки дорог, которые необходимо были уже, в принципе, эксплуатировать, без всяких капитальных и других регламентных работ. Вот. Поэтому деньги, те, которые есть, их надо граммно осваивать. Тем более, вот насколько я имею информацию, всё-таки в этом году денег вложили намного больше, чем в прошлом году. На 60 процентов, да. Да, потому что в прошлом году, по-моему, 11 миллиардов использовали дорогу. А на что, по-вашему, в первую очередь должны быть потрачены эти средства? Я считаю, что в первую очередь нужно потратить на разработку новых технологий и внедрение. Потому что те деньги, сколько бы мы ни вкладывали, и мы вкладываем их просто в ремонт. Соответственно, нужно смотреть зарубежный опыт. И уже все страны отошли от асфальтобетонных покрытий. Есть технологии уже и опробованные на многих странах. И тех странах, которые имеют схожий с нами климат и достаточно сложнее. Это бетонное основание. Да, там первоначально большие вложения. Но возвращаться к этому участку дороги нужно будет через много лет. И я думаю, с этого надо начинать. Соответственно, технологии и материалы, которые там используются. Некоторые активисты, выступающие против строительства в Татарстане мусоросжигательного завода, не хотят ехать в Европу, чтобы изучить, как там работают подобные предприятия. Об этом сообщил официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова. Напомним, завод планирует начать строить уже этой осенью в Зеленодольском районе республики у поселка Осинова. Однако местные жители, в том числе из Казанского микрорайона Словат-Купере, выступили резко против этой идеи. Они опасаются, что работа потенциально опасного предприятия негативно скажется на экологии и здоровье людей. Аргументы властей и инвесторов о том, что в мире без нареканий работают полторы тысячи подобных заводов, жителей пока не убедили. Возможно, они изменить свое мнение после того, как лично посетят зарубежные предприятия. Поездку оплатит компания-инвестор. Сейчас формируется список активистов, которые отправятся в этот тур. Также решают, куда именно поедет делегация. Одни активисты не желают категорически посещать никакие заводы в Европе и изучать их. Есть другая часть активистов, которые готовы поехать и ознакомиться с опытом. И вот исходя из их предложений, в том числе будет формироваться список стран, возможно, их будет несколько, в которых, возможно, будет группа людей разделены по нескольким странам. То есть этот вопрос сейчас прорабатывается. Субтитры предоставил DimaTorzok Андрей Фурсенко. Они подробно ознакомились с выставкой и призвали вузы активнее работать с молодыми специалистами и генерировать новые идеи. Я вижу, что наши университеты пока не дорабатывают. Вот здесь ректора есть, вы там несколько проектов приносите, но основной массив всего этого должно быть наших университетов. Вот этого мы пока не видим. Есть у нас некие моменты. Если мы сумеем вас расшевелить, я думаю, наше дело пойдет еще лучше. Может быть, еще связано и с тем, что нет полного доверия к тем инновациям, которые производятся в России. Проще закупить что-то за рубежом, сделанное под ключ. К этому доверие больше. Падение рубля на фоне новых санкций и обострение конфликта в Сирии заставило снова задуматься многих о том, в какой валюте хранить сбережения и стоит ли открывать счета в банке. О том, что же будет с долларом в ближайшее время и насколько сегодня устойчива финансовая система России. Об этом мы говорили в нашей студии в этот понедельник. Финансовая система России достаточно устойчива. Конечно, невозможно утверждать, что нет таких факторов или событий, которые могли бы поколебать эту устойчивость. Но, тем не менее, в тех параметрах, в которых она существует, она в достаточной степени способна противостоять шоковым воздействиям, в том числе и воздействиям внешним. Россия имеет достаточные золотовалютные резервы для того, чтобы покрывать свои внешние платежи, и долговые, и по импорту. Имеет достаточно сбалансированный бюджет для того, чтобы осуществлять социальные расходы. В этом смысле незначительные финансовые потрясения России не угрожают никак. Курс доллара в сочетании с ценой на нефть – это важнейший индикатор, который обеспечивает устойчивость российской бюджетной системы и конкурентоспособность российской экономики на мировых рынках. Поэтому, если год назад или два года назад при достаточно низких ценах на нефть курс доллара был около 60 рублей, это была некомфортная ситуация для России. Бюджет был достаточно дефицитный при такой ситуации. Сейчас, при нынешнем соотношении цен и курса, и бюджет хорошо сбалансирован, и российские компании не потеряли своих конкурентных преимуществ по сравнению с зарубежными конкурентами. А если бы курс был значительно ниже, эти преимущества были бы потеряны. Роспотребнадзор продлил с 20 апреля запрет на продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта. Как сообщается на сайте надзорного ведомства, запрет с декабря 2016 года оборота суррогатной продукции и усиление контроля над ее оборотом позволили снизить количество отравлений в 2,8 раза. Первоначально этот запрет был введен в конце 2016 года в связи с тем, что в Иркутской области были отравления со смертельным исходом после употребления таких спиртосодержащих жидкости. В простонародье их называют фанфуриками. Это коричневые флакончики с содержанием и содержание этилового спирта составляет порядка 95%. Но, к сожалению, такой случай, что там был не этиловый спирт, а метиловый, и во избежание таких последствий Роспотребнадзор уже в 2016 году, и весь 2017 год этот запрет действовал. И вот сами видите, что этот запрет продлен уже и на 2018 год. То есть это продлилось для того, чтобы избежать вновь повтора? Избежать отравлений, избежать употреблений этой жидкости, поскольку из-за высокого содержания этилового спирта и достаточно низкой цены очень многие граждане определенной категории используют эти жидкости в качестве суррогата алкоголя. Спиртосодержащие жидкости двойного назначения, они не относятся к категории алкогольной продукции. Если мы внимательно прочитаем этикетку, на этикетке написано «Парфюмерно-косметическое средство». И тем самым данная продукция, она выводится из-под действия федерального закона о государственном регулировании производства оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции. То есть здесь есть определенная недоработка со стороны законодателя, но тем не менее, вот даже этот запрет, который вводит Роспотребнадзор, он позволяет ограничивать, даже не ограничивать, а именно запрет на продажу. Но, к сожалению, вот запрета на производство этой продукции, ну здесь, наверное, это уже не компетенция Роспотребнадзора. В Зеленодольске прошел рейд по петельным заведениям. Причиной ревизии госалкогольинспекции стали жалобы в народный контроль. Сотрудники ведомства изъяли у предпринимателя около пяти литров спиртного и отправили его на экспертизу. По ее результатам будут приняты меры наказания в отношении хозяина заведения. Кафе куда приходится своим. По словам предпринимателя, данного заведения лицензии на продажу алкогольного у них нет, и спиртное здесь не отпускают. Каждый посетитель приходится своим спиртным. У нас свое приносит, то есть всякие вот, ну, мы алкоголь, то есть мы работали с Орманом до этого, а сейчас мы не работаем, поэтому мы разрешаем свое приносить. Проверяющими в рамках административного расследования проведен осмотр петельного заведения, в ходе которого были обнаружены нарушения. На витрине в баре находились алкогольные продукции в 13 наименовании, на которые в последующем не были представлены товаросопоральный документ. На некоторых из емкостей отсутствовала также маркировка, установленная на действительное законодательство. Сотрудники госалкогольной инспекции изъяли у предпринимателя около пяти литров спиртного и отправили его на экспертизу, по результатам которой будут приняты меры наказания в отношении предпринимателя. Айгуль Герасимова, Дамир Езамов, Новости Татарстана. В этом году у нас идет некоторое снижение количества выявленных фактов безлицензионной деятельности. Тем не менее, такие в кавычках предприниматели, они встречаются. Я хочу сказать, что в данном кафе раньше была лицензия, срок действия лицензии закончился, но, видимо, предприниматель посчитал для себя возможным продолжить продажу продукции без лицензии. И то, что наши сотрудники сработали достаточно хорошо, я это уже увидела, это правильно. Потому что нельзя, чтобы один добросовестный хозяйствующий субъект, заплатив 65 тысяч государственной пошлины, получил лицензию и торговал по закону, а кто-то рядом при этом ту же самую алкогольную продукцию, хотя еще даже неизвестно какого происхождения, потому что было сказано, что отсутствовал товаросопроводительные документы, продавали без лицензии. И неважно, сколько литров изъяли, 5, 10 или 15, в данном случае эта продукция находится в нелегальном обороте. И говорить о том, что мы разрешаем нашим посетителям приносить продукцию, хотя все видели, что продукция находится на витрине за спиной у бармена. То есть, как можно говорить о том, что я с собой принесла, поставила там где-то, а вы потом не приносите. Но здесь уже будут разбираться в рамках административного расследования. С подробностями Ольга Морская. Самые свежие и оперативные новости со всех уголков Татарстана – информационные, познавательные и развлекательные программы. Все это теперь доступно каждому, у кого есть доступ в интернет. Несколько кликов мышкой – зайти в Яндекс, найти каналы онлайн, выбрать «Татарстан-24». И можно смотреть вещание в сети. Новости выходят каждый час. Телеканал «Татарстан-24» – это в первую очередь новости. Программа новости Татарстана – это программа, которая рассказывает в круглосуточном режиме каждый час самое свежее, интересное, яркое, важное со всех уголков республики. То есть у нас новости про жизнь в каждом районе Татарстана. Поэтому для нас очень важно, чтобы каждый житель Татарстана мог смотреть за этими новостями, не выпадать из информационного потока. И онлайн-ТВ – большое подспорье в этой ситуации. То есть, находясь в любой точке, можно взять гаджет, посмотреть новости и быть в курсе последних событий. Это уже не первый опыт работы телеканала «Татарстан-24» с компанией «Яндекс», которая является одним из лидеров «Рунета». Сейчас она проводит большую работу по интеграции телевидения и интернет-контента. Новые возможности, которые открываются для телеканала – это доставка информации для широкой аудитории по всей республике. Мы говорим нисколько о расширении, потому что и так «Татарстан-24» имеет возможность смотреть все жители республики. Скорее того, возможность другой модели потребления телевизионного контента, новостного контента. В других условиях, в любое удобное время, в любой точке, где находится наш потенциальный зритель или интернет-пользователь, он имеет возможность получать новости, смотреть новости на телеканале «Татарстан-24». Одновременно с «Татарстан-24» в рамках проекта «ТВ-онлайн» «Яндекс» начал вещание еще пяти региональных телеканалов. Зрители хотят оперативно и из любой точки получать информацию о том, что происходит у них в регионе. И это очередной шаг вперед в развитии интернет-телевидения. Ольга Морская, Дмитрий Рыженко. Новости Татарстана. Мы, как любое, я думаю, современное средство массовой информации, заинтересованы в том, чтобы те программы, те передачи, новостные передачи, аналитические рубрики, которые мы производим, были доступны как можно более широкой аудитории. Речь не только даже о территории, речь действительно о том времени, который люди уделяют просмотру того или иного передачи, того или иного контента. Причем для нас в данном случае не очень важно, через какой канал коммуникации они будут получать эту информацию. Если людям удобно смотреть это вечером, допустим, сидя у телеэкрана, пожалуйста, у нас есть такая возможность, мы показываем свои программы по телевизору. Если людям удобно в течение дня обратиться через сайт, который у нас есть, пожалуйста, они могут зайти на сайт. И, конечно же, кому-то удобнее и просто привычнее смотреть ТВ, ТВ онлайн, ТВ в интернете. И именно этот канал коммуникации, соответственно, мы запускаем для того, чтобы увеличить количество людей, которые могут иметь в любой момент времени доступ к тем программам, которые мы производим. На мой взгляд, эпоха котиков и такого лайт-видео уже давно прошла. Даже среди молодежной аудитории все чаще появляются запросы и интерес к серьезным аналитическим, например, обзорам интернет-услуг, интернет-сервисов современных, интернет-гаджетов, может быть, мобильных каких-то устройств. И подобную информацию, конечно же, просто так сделать трудно. То есть это не может придумать пользователь то, что называется на ходу. Для этого действительно работают целые отделы, редакции, которые готовят определенный материал. И, безусловно, этот материал будет востребован в том числе и в среде интернета аудитории. У меня сомнений на этот счет никаких нет. Это и вопрос удовлетворения существующего спроса, потому что, как я уже сказал, я считаю, что он существует. Это и вопрос ход вперед, потому что мы понимаем, что такой крупный игрок, как Яндекс, один из лидеров российского интернета, он действительно сейчас делает ставку на формирование контента, в том числе телевизионного контента в среде интернет. Это касается не только федеральных каналов, но, как уже было сказано, и российских региональных каналов. То есть, что позволяет уже собрать местную локальную аудиторию в каждом городе, в отдельном регионе. Это все позволяет организовать достаточно большой трафик, с одной стороны, в интернете. А с другой стороны, чтобы организовать этот качественный трафик, нужен действительно качественный контент. И, собственно говоря, ставка на то, что с помощью телекомпаний, с помощью производящих студий, интернет-провайдеры, провайдеры интернет-услуг или сервисов могут действительно эту задачу решить. И, с одной стороны, это взгляд вперед, но это будущее уже наступило, оно уже сейчас происходит. А у телеканала достаточно большое количество программ и проектов. Именно поэтому мы разделили, отдельно сделали группу телеканала, в которой представили и каталоги ключевых программ. Здесь можно посмотреть либо каталог отдельных программ и проектов, либо просто посмотреть то, что будет на канале выходить в ближайшее время. То есть, это различные проекты, которые мы анонсируем. Другая группа, которая существует у канала, это новости Татарстана 24. В этой группе мы действительно собрали всю ту информацию, которую фактически канал, производя в рамках вещания своего, новостного вещания в первую очередь, вся эта информация попадает, с одной стороны, на сайт телеканала, с другой стороны, она попадает и в социальную группу в соцсети. То есть, все это призвано удовлетворить самую разную аудиторию, самыми разными запросами. Ну, это действительно работает. И вот спрос на новостную информацию мы видим и по статистике, и по количеству просмотров действительно достаточно высокий. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова